Дети, которые однажды покинули родные стены и отправились во взрослую жизнь самостоятельно, рано или поздно оказываются в Центре адаптации несовершеннолетних. Затем их вновь возвращают в семьи или отправляют в детские дома, если того требует ситуация. К счастью, беспризорных подростков становится в нашем городе все меньше и меньше. Сегодня в Центре решаются судьбы 16 мальчишек и девчонок. Именно они стали в этот день главными героями настоящего праздника, организованного в честь Международного дня ребенка. С утра в нашем Центре очень весело. Приехали наши дети, которые находятся на патронатном сопровождении. Это ребята из Мартугского района, это дети из городских школ, которые ранее бывали в нашем Центре адаптации несовершеннолетних, а сейчас мы их уже определили в свои семьи. Вернули в кровные семьи, это самая главная для нас задача. В нашем Центре сейчас находятся другие дети. И вот для всех них организуется вот этот сегодняшний праздник. Обед в ресторане – завершающий аккорд в списке праздничных мероприятий дня. Ребята уже успели навеселиться в стенах образовательного учреждения, побывали на экскурсии по городу, посетили выставку бабочек. И, наконец, для них началась развлекательная программа в зимнем саду. И еще бесплатный вечерний сеанс в кинотеатре «Локомотив». Над тем, чтобы приглашенные не скучали, потрудились студенты-волонтеры. Мы решили организовать праздник именно для тех детей, которые нуждаются в этом, которые не видели светлого праздника. Именно поэтому мы, волонтеры, решили помочь таким детям. И подключили сюда, естественно, депутатов, которым хотели выразить огромную благодарность. Депутатам, конечно же, Нур-Утану и глухой Татьяне Федоровне в том, что она нам помогла в организации этого праздника. Впереди у казахстанской детворы еще один праздник, который пройдет под эгидой фонда Сары Назарбаевой. В честь него организована «Неделя добрых дел», участие в которой могут принять все меценаты и спонсоры, а также актюбинсы, неравнодушные к сложным детским судьбам. Ирина Гудь, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова